Они ласковые, никого не кушают и на кого не бросаются. Со слезами на глазах жители защищают местного пса. Люди не верят, что это их собаки пару дней назад прокусили ногу ребенку. Все произошло примерно здесь, на пересечении улиц Березина и Зои Космодемьянской. По информации полиции, на днях два брата возвращались из магазина. Мимо них приехала машина, за которой бросились три собаки. В итоге автомобиль уехал, а свора переключилась на младшего брата. Старший попытался его защитить, ему в буквальном смысле прокусили ногу. Мальчик занимается футболом и сейчас для него тренировки ограничены минимум на три месяца. Собаки, они здесь местные, они тут с рождения живут. На людей они не кидаются вообще. Да, чужих собак гоняют. Отлов приехал на наших глазах. Пес явно не пытался защищаться клыками. Оказавшись в ловушке, скулил и всячески пытался сбежать. Зрелище явно не для впечатлительных, но отловщики свою работу выполняют без сентиментов. Как на глинке ребенка порвали. Исчезли все кормящие. Сразу молчат, потому что там уголовная статья. Правильно, за ребенка? Там ребенка порвали. Если на глинке покусали, мы слышали. Вот эту женщину, вы сейчас подошли, она вам сказала, я при чем? Эта собака живет, повернулась, и уже бы не кричала. Никуда я не повернулась. Красноярцы еще не успели оправиться после жутких кадров из Ленинского района. Там маленькую девочку. Восемь взрослых чипированных собак едва не разорвали на части. На земле лежали огромные клочья волос. После таких случаев люди начинают иначе смотреть на бездомных псов. То, что дети страдают, это недопустимо. И этот вопрос нужно решать. Считаю, что стерилизация это не панацея. Возможно, необходимо принимать какие-то меры, которые радикально решат эти вопросы. И меры точно ужесточили. Теперь, если непонятно, какая именно собака напала, с участка заберут всех. В том числе домашних, если они были без присмотра. И красноярцев просят не мешать отлову. Хозяева спокойно заберут собаку по документам, а уличных, если они действительно не агрессивны, вернут туда, где взяли. С ними поработают, их даже полечат, если где-то у них какие-то есть заболевания. То есть, пожалуйста, те люди, которые защищают собак, пожалуйста, защищайте, но не препятствуйте отлову. С собаками ничего плохого не происходит. Собак на улицах Красноярска с годами работы программы по отлову стало меньше. Но пока нападения происходят, невольно возникает мысль, что приложенных усилий тех же подрядчиков или приютов миллионному городу попросту не хватает. Елена Саткеева, Андрей Крупнов, Енисей. Новости.